Кириллу Ванину 11 лет. Из них 5 он занимается редким для наших широт спортом – виндсерфингом. Перед тем, как выйти на воду, он много дней тренировался на берегу. Учился управлять парусом, ловить ветер и держать равновесие. Вот доска. Тут плывник. Там, чтобы держать доску. Вот это шверк. Он есть на некоторых досках, чтобы можно было удобнее вырезаться. Он выдвижной. Вот шарнир, на который парус крепится. К парусу само полотно. Тут мачта. К мачте крепится гик, на который надо держаться. К парусу тело спортсмена крепится специальной трапецией, чтобы снизить нагрузку на руки. А чтобы не замерзнуть, в воде серфер надевает гидрокостюм. Тренировка или соревнования могут не состояться только при одном условии – нет нужного ветра. Он должен дуть равномерно и достаточно сильно – от 5 до 15 метров в секунду. Именно тогда доска будет глиссировать, то есть скользить по воде со скоростью до 50 км в час. С берега за каждым движением Кирилла наблюдает его отец. Мы катаемся на всем – на лыжах, на роликах, на беговых лыжах, на горных лыжах, на сноубордах. Вот Кирилл отлично на сноуборде катается. На горных лыжах у него тоже такая, как сказать, уже взрослая манера катания. Так что мы не даем, просто вот любим ветер, солнце, море, снег. На региональных соревнованиях Кирилл занял пятое место, и это при условии, что в основном его соперники – это взрослые и сильные мужчины. А вот Юлия Панина в прошлом году заняла почетное второе место в национальном классе Кубка России среди женщин. И это при том, что этим спортом она занимается всего три года. Кстати, сюда, как ни странно, ее привела травма. Врачи запретили бегать, и она решила плавать. У меня всегда притягивала стихия вода, а когда еще и стихия ветер, то сами понимаете, когда это все сложилось вместе, и так получилось. Первый раз я увидела, как это ребята делают на воде. Мне так понравилось, что самой захотелось попробовать полетать на воде с помощью ветра. То есть это непередаваемое ощущение. Юлия и в этом году собирается на соревнования. Говорит, что в этот раз поедет только за золотом. Кстати, не исключено, что уже следующим летом крупные соревнования пройдут здесь, на новой базе Федерации парусного спорта, недалеко от Мяксы. На следующий год мы планируем, я подал заявку в Всероссийскую Федерацию парусного спорта на проведение здесь чемпионата России в национальном классе. Это в национальном классе, в слаламе и в формуле. И кубок России тоже. И если заявку одобрят, то на соревнования к нам в Череповец приедут десятки спортсменов от Калининграда до Владивостока. И наши серферы смогут выйти на новый профессиональный уровень.